ПАНТЕРА ПАНТЕРА Парни находились под большим впечатлением от творчества Кис, Вен Хелен, Эрон Смит и Ди Пепл, и поэтому на первых порах в их репертуаре превалировали каверы вышеуказанных групп. В 1982 году Харт куда-то исчез, микрофон перешел к Глэйзу, а место бас-гитариста занял Рекс Браун. Вскоре после этих пертурбаций музыканты обзавелись сценическими псевдонимами. Так, например, Дэрил стал Даймондом, а позже Даймбэгом, Винсент переименовался в Винни Пова, а Рекс Браун в Рекса Рокера. В 1983 году вышел дебютный альбом Metal Magic, изданный независимым лейблом Metal Magic Records. К этому времени Пандера уже получили некоторую известность и за пределами Техаса, благодаря совместным концертам с Докин, Страйпер и Куайт Райт, поэтому для инди-релизов пластинка продавалась относительно неплохо. Metal Magic, как и последующие два альбома, был сделан в духе традиционного волосатого металла, однако движение в этом направлении устраивало не всех участников команды. Возникшие разногласия закончились уходом остававшегося приверженным Глэму Глейза, а новым вокалистом Пантера стал Фил Анселма. Дебют Фила состоялся на полнометражке Power Metal, однако этот альбом с его половинчатостью в смешении хард-рока и трэша послужил лишь перекидным мостиком между ранним и классическим саундом Пантеры. Все изменилось по-настоящему, когда техасский квартет, прорвавшийся наконец-то на мажорный лейбл Adco Records, выпустил диск Cowboys From Hell, на котором музыканты взяли курс на экстремальное звучание с трэшевым налетом. Прежней волосатости и гламурности здесь практически не осталось, и поэтому группа, а вместе с ней и большинство ее фанатов, объявила ковбоев своим первым официальным творением. Если Камфбейс From Hell только обозначил путь к успеху, то Volgor Display of Power стал настоящим триумфом техассцев и сделал их законодателями стиля грув-метал. Яростные композиции, такие как Fucking Hostel, Walk и Mouse for War атаковали американские чарты, а последняя из них вознеслась на самую вершину, скинув оттуда металликовскую Entesendment. Новый рекорд «Пантера» установила в 1994 году, когда ее альбом «Fa Beyond Driven», поддержанный такими боевиками, как «Strains Beyond Strength» и «I'm Broken», дебютировал в билборд под номером один. Тем не менее, вскоре в команде наметился разлад, и отдалившийся от партнеров Анселма начал увлекаться другими проектами. Записанный в условиях внутреннего отчуждения альбом The Great Sats and Trenkel получился самым агрессивным и, несмотря на достаточный чартовый успех, оставил за собой ярлык недооцененного. Когда стало ясно, что выход очередного студийника откладывается на неопределенное время, группа выпустила зальник 100 One Proof, куда помимо старых концертных фаворитов типа Walk, Cemetery Gates, Fucking Hostel, вошло два новых трека – Where You Come From и I Can't Hide. Пока Фил продолжал работать на стороне, его партнеры не выдержали и сколотили кантри-метал проект Rebel Meets Rebel, но в 1999 году четверка все же воссоединилась и записала диск Reinventing the Steel. Альбом дебютировал на четвертой строчке в чартах билборд, а композиция Revolution Is My Name была номинирована на грэмми в категории Best Metal Performance, но тем не менее отклики на данную работу сильно разнились. В начале века группа провела парочку небольших туров, а потом центробежная сила опять разметала музыкантов по другим проектам. Конечно же, поклонники коллектива ожидали воссоединения своих любимцев, но трагическая смерть Даймбэга сделала полноценный реюнион невозможным.